x5 диалог 2022 продолжается рядом со мной николай шестаков директор x5 медиа николай здравствуйте здравствуйте x5 медиа что это такое что себя включает чем вам приходится управлять x5 медиа на данный момент это наш цифровой контур который присутствует на нулевом этапе движения клиента это сайт food.ru мобильное приложение food.ru наши группы в социальных сетях совокупно сейчас более 11 миллионов людей в месяц приходит к нам в социальные сети в сайты и в мобильные приложения это позволяет нам вот как бы это не было может быть высокопарно и пафосно но налаживать дружбу с нашей целевой аудиторией на вот этом самом нулевом этапе когда люди только определяются как им питаться что выбрать что приготовить где какие интересные для них предложения в торговых сетях x5 x5 медиа начал формироваться достаточно давно но вот прям таким вот активным проявлением да мы видим это последний год в общем медиа сейчас очень весьма и весьма популярное слово какими ключевыми задачами вы сейчас занимаетесь да для того чтобы вот этот контур цифровой про который вы сейчас назвали максимально эффективно использовать на на решение задач компании x5 ну x5 медиа выкристаллизовалась из нашей стратегии два года назад год назад мы запустили food.ru да как некоторая экосистема потому что food.ru это не только сайт как я уже сказал и год мы занимались по сути таким построением от mvp до уже полноценного игрока игрока food тематики развивая в том числе какие-то функциональности развивая контент в том числе огромным блоком стала механика связи наших с торговыми сетями с нашими стэмами интеграция их в нас и нас в них потому что food.ru это не просто корпоративный какой-то ресурс мы как раз изначально всячески старались этого избежать и если вы сейчас зайдете на food.ru вы не увидите зелено-красных цветов пятерочки или перекрестка мы с точки зрения аудитории более 50 процентов аудитории которые мы видим это не аудитория даже x5 да и мы этому достаточно рады потому что у нас есть большой пласт работы по привлечению вот этой самой аудитории которые еще не являются нашими покупателями в том числе есть огромный пласт работы с аналитикой данных мы не медиа мы шопа был шопа был медиа в отличие от медиа это не просто про слово это про слово и дело выраженное в деньгах и покупках наших пользователей в виде гостей в наших торговых сетях это все достаточно сложно потому что и на масштабах x5 и на масштабах такой аудитории эти все процессы они конечно очень масштабны но это вот стратегически те вещи которые мы занимались в двадцать первом двадцать втором году в двадцать третьем году начнем это все еще больше масштабировать шире больше интегрировать поставщиков коллег по смежным сегментам рынка это все вот в наших амбициях ну и конечно мы понимаем что запрос со стороны наших партнеров поставщиков к созданию понятной прозрачной медиа коммуникации через все фронты наших и торговых сетей и в том числе вот в виде x5 медиа цифровых ресурсов конечно возрастает мы тоже должны отвечать на эти запросы со стороны наших партнеров рынка фактически вы влияете на свою аудиторию контентом где-то контентом где-то функциональным механиком например реализовав возможность заказа любых ингредиентов из рецепта человек может выбрать либо заказать весь список ингредиентов рецепта либо то что недостающе мы уже можем определенной механике например по промоутированию тех или иных продуктов продуктов это могут быть и стоям это могут быть какие-то партнерские коллаборации но в том числе конечно за счет механики то же данном случае это именно механика это не совсем контент мы продвигаем ну и такой продакт-плейсмент наши растаемов в рецепты которые мы сами создаем или создает наш пользователь тоже нам дает ну я бы сказал такую вечную коммуникацию ну потому что рецепт шарлотки он не менялся не 10 лет не 20 лет назад поэтому если мы рассказываем про то что шарлотку вкуснее готовить при помощи муки нашего стема мы эту коммуникацию делаем вечный 65 миллионов пользователей x5 клуб вы как-то с ними пересекаетесь какие-то связи общие отчеты да конечно ну во первых у нас я бы брал чуть глубже с точки зрения данных у нас есть x5 айди как некоторый единый оператор данных внутри x5 и поэтому каждый человек который либо имеет карту лояльности либо вступил в x5 клуб либо является пользователем фудру зарегистрирован он зарегистирует внутри x5 айди и дальше это большое знание о пользователях мы можем посмотреть как человек искавший салат с крабовыми палочками потом эти крабовые палочки покупал не в обратную сторону мы можем человеку который купил крабовые палочки в магазине рекомендовать рецепты которые могут быть для него интересно с этими самыми крабовой палочки то есть мы работаем как над лидогенерации в наши торговые сети так и над улучшением пользовательского опыта внутри наших торговых сетей а зачастую это еще информирование пока вы видите помидоры за 400 рублей и за 80 рублей, вам нужно объяснить, почему помидоры за 400 рублей это вообще отдельное блюдо, и их не надо в борщ класть. Отдельный, кстати, холивар насчет того, что нужно ли класть помидоры в борщ. Ой, а еще один холивар на тему помидоров. Надо ли помидоры хранить в холодильнике? Абсолютно. Да, слушайте, ну, интересно, у нас дискуссия сейчас такая получается. Вы сейчас упомянули, что в том числе смежных торговых сетей, то есть вы работаете не только для сетей, перекресток, пятерочка, чижик, но и широкий? Идем к другим сетям? Да, это действительно так. Есть смежные тематики, которые интересны не только нам. Приведу, наверное, в качестве примера самого показательного две тематики. Это ЗОЖ, где мы очень близко пересекаемся с спорт-ритейлом, которому тоже важно разговаривать со своими клиентами о том, как правильно жить, как правильно питаться, как правильно потом в кроссовках бегать. Поэтому мы здесь очень близко по-партнерски и неконкурентно с ними можем коллаборировать. Также есть электроника и бытовая техника. Нам интересно рассказывать про то, как борщ приготовить в два раза быстрее при помощи блендеров. Продавцам или производителям блендеров интересно с нами поговорить про эти лайфхаки при помощи их техники. И таких коллабораций много. Мы очень любим такие коллаборации. Они обычно вот хорошо дают один плюс один больше, чем два. Ну да, это любимая история. Один плюс один разнотри и более, да? Да. Что касаемо... То есть вы уже сказали, что есть рецепт, его можно купить, например, там, в перекрестке. А в данном случае вы предполагаете, уже есть прямые связки с, не знаю, там, с какой-то конкретной торговой сетью купить? Да. Ну, если мы говорим про тематику еды, то у нас уже интегрированы механики заказа из рецептов во впроке и в перекрестке. В ближайшее время появится пятерочка. Впрок – это заказ обычно большого количества продуктов. Впрок, например, на следующий день, на неделю вперед. Перекресток и пятерочка будут реализованы с экспресс-доставками, где уже, например, реализован перекресток, где в течение часа вы получаете все недостающие или все ингредиенты рецепта к себе домой. То есть с момента появления желания что-то приготовить до момента возможности это что-то приготовить, проходит не больше часа. Если мы говорим про какие-то коллаборации, в том числе лидогенерационные с коллегами, то с NVIDIA Eldorado мы как раз уже реализовали несколько спецпроектов, где через рейтинги девайсов для приготовления пищи мы рассказывали про те или иные бытовые приборы. И дальше это была прямая ссылка, безусловно, которая нами трекалась, на NVIDIA Eldorado, где человек мог, опять же, сказать, все, не хочу готовить больше 40 минут, хочу готовить 20 минут, дайте мне вот этот самый магический блендер. Мы, опять же, это вот все в нашей религии Shopable Media, оно заложено, что вот нету контента ради контента, есть контент ради того, чтобы через пользу информирования клиента привести его к правильному действию. Мы сегодня находимся на конференции поставщиков X5 Dialog, и хотелось бы здесь сейчас фокус внимания принести именно на поставщиков. Какие ключевые возможности дает X5 Media именно поставщикам? С кем именно вы сейчас уже, ну скажем так, коммуницируете для того, чтобы инициировать или, может быть, реагировать на их предложения? Да, вот как сейчас построена работа? Есть большое количество проектов разных, как с внешним рынком, с внешними поставщиками-производителем, так и с внутренними, да, в виде наших STM-ов или внутренних бизнес-юнитов, где дальше, начиная от классических маркетинговых коммуникаций, это баннеры, это интеграции в контент, это спецпроекты. Мы рассказываем нашей аудитории про пользу, про преимущество тех или иных товаров, наших или наших партнеров. Здесь классические, мы здесь как бы не изобретали велосипед. Религиозно мы считаем, что Food.ru, да, и наша амбиция в том, чтобы построить, мы это называем внутри моновертикалью, да, создать такой продукт, который отвечает на все 360 градусов вопросы, которые у человека могут возникнуть про еду. Это рецепты, это полезные статьи, это удобные фильтры, когда я знаю, что у меня в холодильнике есть три продукта, что я из этих трех продуктов могу приготовить. Это планы питания, когда я вот домохозяйка, у меня уже совершенно мозг не придумывает, чтобы сделать такого на семь дней, чтобы готовить мужу и двум детям, да, мы это помогаем подобрать, исходя из ваших предпочтений, аллергенов, КБЖУ, калорий, белки, жиры, углеводы. Вот через вот этот функционал мы создаем место, где любой вопрос про еду становится актуальным и легко решаемым. Соответственно, мы считаем, да, и мы сейчас много делаем для того, чтобы вместе с поставщиками создавать экосистему food.ru, как место встречи производителей, их товаров и пользователей. Потому что классическая коммуникация, когда я размещаю баннеры в интернете и веду на свой корпоративный сайт, где у меня нарисована большая пачка макарон, она уходит в прошлое. Ты не попробуешь эти макароны, ты не увидишь там какого-то сообщества. У нас же наоборот, ты можешь увидеть сообщество, которое делится рецептами, которое комментирует, лайфхаки, где ты можешь проводить конкурсы на благодарную для тебя аудиторию, а не на ту аудиторию, которая захотела выиграть твою хлебопечку и им вообще, честно говоря, на твой товар совершенно наплевать. Поэтому мы создаем мир еды внутри. И именно закрытие всех функциональностей позволит нам решить эту задачу максимально эффективно. И нашим конкурентом, наверное, здесь являются не другие сайты кулинарной тематике, а скорее являются поисковые системы. То есть нам нужно создать такой продукт, такой функционал, чтобы человек понимал, что ему идти с вопросом про еду не надо в поисковую систему. Равно как мы не идем с запросом в поисковую систему, когда хотим купить автомобиль и идем на автору, когда мы хотим найти работу и идем на хэдхантер. Вот наша задача создания такой моно-вертикали совместно с нашими брендами-партнерами отвечать на вопросы пользователя. Что касаемо того контента, который вы сейчас создаете, он находится на Food.ru? Или его также мы можем увидеть в тех приложениях, которые используются с сетями, да? Конечно. То есть получается, те же рецепты условно могут появиться в пятерочке приложений? Конечно. Мы с радостью делимся с коллегами. Что-то мы делаем эксклюзивно для коллег. Там пятерочка приходит и говорит, ребята, мы хотим создать народную поваренную книгу. Да, мы создаем для них народный поваренный рецепт. У нас есть специальные тоже зожные, например, спецпроекты с перекрестком. Поэтому мы здесь ни в коем случае не являемся собакой на сене. Мы с радостью, во-первых, благодаря своей экспертизе, мы создаем много хорошего, качественного, недорогого контента, который потом может использоваться любыми нашими бизнес-юнитами. Николай, а все-таки фокус, внимание на ближайший год. Вот ключевые задачи, которые вы ставите перед собой, командой и некое пожелание поставщикам. Сложные два вопроса в одном. Попробуем. Первое, то, чем мы будем заниматься в следующем году. Нам всего год, и мы продолжим наращивать функциональный инвентарь. Потому что, конечно, мы все-таки, создавая FoodRus 0 и выходя в формате MVP год назад, конечно, мы еще не успели технологически закрыть все те желания, все те идеи, которые у нас есть в голове. Поэтому, с точки зрения фокуса и бэклога разработки, будет много чего интересного для наших конечных пользователей. Это фокус номер один. Потому что, если мы делаем что-то, не думая о пользователях или не ставя их в голову угла, то всегда получается не очень хорошо. Поэтому, как у нас была фокусировка на пользователях, так она и останется, в первую очередь. Дальше, второй блок, который не с точки зрения продукта и разработки, а с точки зрения бизнес-девелопмента, это увеличивать количество интеграций и проектов с нашими торговыми сетями, с нашими СТМами и с нашими партнерами-поставщиками. Для того, чтобы контент был не только разнообразным для нашего пользователя, но и нативно интегрирован с нашими собственными или партнерскими брендами. Это большая вторая стратегия. Ну и как бы он топ всего этого, я бы сказал так, что мы видим потенциал, безусловно, и то, о чем мы сегодня будем говорить на круглом столе, ритейл-медиа как такого, как бы, new black, то, что называется. Мы понимаем, что ритейл – это место, где не только много людей с хорошей покупательской способностью, но и много возможностей для маркетинга, обогащения данных, коммуникации, которые зачастую недоступны в классических каналах. Поэтому мы будем заниматься тем, что вот из кусочков пазла, который у нас лежит на столе, собрать единую большую красивую картину для нас и для наших поставщиков. Конечно же, выгодоприобретателям вот этого итогового пазла будут, конечно, наши поставщики, потому что для них появится больше продуктов, более измеримых, более охватных и более оптимальных по цене. – И все-таки пожелания поставщику? – Я, наверное, я вот сегодня, когда ехал, я пытался представить, сколько раз я уже за свою карьеру, в том числе выступающего человека, говорил про то, что мы живем в измененном мире. Ну, в очередной раз мы живем в измененном мире. Для того, чтобы в новом мире что-то делать по-новому, нужно не бояться это делать по-новому и нужно не бояться отказываться от вот этих атовизмов. Очень большой соблазн использовать, как и раньше, вот то, что работает. Вот очень плохо, когда в итоге ты поймешь, что вот в этот раз оно не сработало, а нового ты ничего не попробовал. Поэтому моя рекомендация – смотреть широко открытыми глазами, не бояться, ну и приходить к нам общаться, разговаривать. – Ну что ж, вот такое у нас получилось интервью. Николай, спасибо. – Спасибо вам. – Изучайте, пожалуйста, те материалы, которые мы готовим для вас в рамках «Коспять диалог», ну и отдельно «Круглый стол» вы уже сможете посмотреть. Спасибо, что были с нами. – Субтитры сделал DimaTorzok